В североказахстанской области 300 военнослужащих из столицы помогают бороться с водной стихией. Солдаты откачивают алую воду, прокладывают траншеи, заготавливают мешки с инертными материалами, укрепляют дамбы. Большую воду там ждут в ближайшие дни. Наталья Волкова расскажет. Коренной алматинец Жангильды в Петропавловске впервые. Молодой солдат не думал, что поводом первого визита в самый северный город страны станет природная стихия. Уже третий день вместе со служивцами они поднимают дамбу на окраине областного центра. Мы наполняем мешки песками и дальше их в одну колонну ставим и делаем дамбы. Я родился в южной стороне Казахстана, таких наводнений там не было. И я впервые столкнулся с такой проблемой. Но все же мы в этой ситуации докажем то, что в трудное время мы всегда вместе. И мы это переборем. Эта дамба длиной 5 километров ограждает от подтопления талами водами и разлива реки Ешим сразу два микрорайона – Подгора и Косогор. В ее укреплении задействовали сотню молодых военнослужащих. Плотину поднимают на полтора метра высоту. В моем подчинении в данный момент работает 100 человек. Мы на данном участке строим дамбу для предотвращения прорыва воды. Мы думаем, что мы сможем противостоять паводкам. И все равно, хоть эта вода придет, мы будем наблюдать. И где-то, если будет прорвать, мы будем там работать оперативно. Прибывшие для проведения противопаводковых мероприятий солдаты разделились на несколько групп. Часть военнослужащих укрепляют оградительные валы в ауле Бесколь и поселке Заречный. Разлив реки Ешим в областном центре ожидают в ближайшие дни. Наталья Волкова, Конышко, Сбеков, Петропавловск, 24КЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова